Продолжаем выпуск. Со среды наша страна живет в новых финансовых условиях. Напомним, что 12 июня США ввели санкции в отношении Московской биржи, а также Национального клирингового центра. Результатом стало прекращение торгов по валютным парам с долларом и евро. Что будет дальше и как это отразится на простых гражданах, расскажем далее. За последние 30 с лишним лет наша страна давно привыкла жить с долларовым менталитетом, каждый день следя за курсом американской валюты по отношению к рублю. И вот теперь, в результате санкций, введенных Вашингтоном, привычных торгов Мосбиржа проводить больше не будет. Эксперты говорят, что ситуация вполне прогнозируемая, поэтому к ней готовились. Теперь курс будет определяться на внебиржевых площадках. То есть курс будет теперь рассчитываться на основании ежедневных банковских отчетов. Да, это будет сложнее, да, это будет более такая длительная процедура, но это естественная мировая практика. То есть Запад своими санкциями всего лишь подтолкнул нас к работе по тем же правилам, по которым валютный курс рассчитывается в той же Европе или США. А значит, никакой трагедии не произошло. Что касается простых граждан, то ошиблись те, кто кинулся в четверг скупать валюту по завышенному курсу. Ряд банков, решив воспользоваться моментом, поднял его до 150, а некоторые до 200 рублей за доллар. Однако затем все вернулось на круги своя. Поэтому без паники, говорят экономисты. Самая лучшая ситуация сейчас все-таки ничего не делать. В условиях неопределенности, в условиях турбулентности стоит отказаться от покупки и продажи валют необоснованно, только под влиянием фактора введенных санкций. А еще эксперты не верят в возможность возвращения черного курса валюты, как это было в советские времена. Ведь система вне биржевых торгов вполне прозрачная, и стоимость доллара или того же евро будет определяться как на обыкновенный товар, в зависимости от спроса и предложения.